ГОСПОДА, ВСЕМ ПРИВЕТ! 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 сейчас посмотрим этот видос он говорит о том то что мы вояки если вы будете там бегать прыгать счета скандировать в размахивать флагами и нам что-то не понравится мы применим силу потому что мы вояки мы блять не милиция мы этого допустить не можем категорически предупреждаю случае нарушения порядка и спокойствие в этих местах вы дело будете иметь не с милицией а с армией и собственно сделайте свои выводы значит лукашенко в автозак и трибунал так скандирует толпа из примерно 250 300 тысяч человек который в данный момент находится в которая с двух часов дня стекались к площади независимости в минске они скандировали эти лозунги и я бы еще хотел вам показать это видео это сумасшедшее видео которое вызывает кучу эмоции внутри где маленький мальчик идет посередине этой толпы мирных людей я хочу акцентировать на этом внимание мирных людей и собственно то что он говорит вы можете это услышать в данном видео произвол лукашенковской диктатуры набирает военные обороты и принимает собственно какую-то такую очень тухлую тухлую позицию непонятно кого с одной стороны весь мир его знал как батька с усами да картошка и так далее а с другой стороны местные жители которые там живут собственно высказывали неоднократно свое мнение что он там уже всех заебал теперь я сам вот это и есть теперь наша новая внешнеполитическая позиция удобно и без всякого геморрой власть на протяжении 25 лет она уже вот тут просто ну вы сами понимаете мы братьев белорусов понимаем так как их никто не понимает а потому что мы собственно сталкиваемся с такой в данный момент наверное проблемой старых дедов диктаторов которые не хотят очень не хотят терять свои власти они готовы ради власти на все они готовы стрелять в мирных граждан они готовы отдавать неадекватные приказы они готовы поручать значит своим омоновским имбецилами сбивать женщин которые лежат на полу мы сами видели тоже эти видео они облетели весь интернет они готовы отдавать приказы когда авто этот автозак давит просто людей и для них это считается нормой они готовы расхаживать по в этой зеленке в своей военной форме по стране делать какой-то умный вид на умных щах и просто говорить вы красавцы омону который стоит там на этой баррикаде да и говорить о том то что мы с ними справимся с ним и собственно с кем с 300 тысячные организованный я не могу назвать толпой с 300 тысячные организованные ребята спасибо вам вы красавцы спасибо спасибо мы с ними разберемся человеческой реальностью которая идет и просто говорит уходи вот в беларуси мы сейчас посмотрим я включу видео вы услышите что и как скандирует это 300 тысячная 300 тысячная толпа которая идет и по этому видео видно что там дрожат не только стены я наверняка уверен что там дрожат булочки этих чуваков которые стоят своей черной форме с закрытыми масками делают вид что есть правда да за нами правда за теми ребятами которые идут в этой толпе женщины дети семьи за ними правда и я думаю что там дрожат от этих лозунгов не только стены но и дрожат значит булочки этих чуваков которые там с этими своими металлическими щитами недоробот и мать его стоят и смотрят такими уверенными упертыми глазами что они все могут не все могут значит произвол лукашенковской диктатуры набирает военные обороты и принимает форму какого-то лютого пиздеца об этом уже с вами поговорили и что еще можно сказать серое дождливое небо не помеха белорусским гражданам выходить на митинги за свои права и свободы а злой таракан надел на себя военную форму в которой он еще больше похож на кровавого диктатора это я буквально только что написал перед тем как и запилить этот выпуск потому что я сейчас опять же включу видео мы с вами все посмотрим что происходит здесь и сейчас на самом деле это страшно и я хочу выразить огромное спасибо гражданам белоруссия я хочу выразить огромное спасибо женщинам белоруссии собственно показать это видео когда они стояли в этой цепочке они боялись но стояли вот это вот цепь солидарности вот это растянутая цепочка которая просто всем своим видом показывает что мы мирные люди мы не хотим войны мы не хотим кровопролития мы не хотим чтобы наши мужчины дети страдали я преклоняюсь перед вами женщины белоруссия я преклоняюсь перед вами граждане белоруссии вы невероятные люди вы доказываете всем что можно мирно доказывать свою правоту никого не трогая и не убивая это на самом деле очень ценно и я думаю то что нужно учиться у таких людей как вы не боятся выходить и требовать свое огромное вам спасибо сорок третий день или сорок четвертый я прошу прощения потому что такие значимые даты нужно знать хабаровск хабаровск вы просто показываете россии как нужно действовать мирно четко доказывать свое требовать тот же суд над фургалом прошел в открытом заседании блять и чтобы это все было открыто требовать просто чтобы лопатой метлой гнали нахрен этого посланца кремля и чтобы поставили даже в рио исполняющего обязанности да но местного хабаровского мужика хабаровского мужика хочу повторить блять хабаровского мужика потому что это неправильно пригонять хер знает откуда там с москвы да блять вот вот москва сказала будешь там рулить ну это это какой-то бред по мне хабаровск держитесь пожалуйста держитесь вы я это говорил в прошлом выпуске вы просто сила и мощь вы железобетонное какое-то железобетонное начало чему-то великому вы просто показываете всем что можно выходить собственно как это показывают граждане в беларуси что можно без кровопролития доказывать свою правоту но в беларуси там немножко другое там сам усатый таракан давит своих граждан и он является захватчиком власти да то есть его выборы уже давно уже признаны нелегитимны но нужно что-то с этим делать и этот лозунг который скандировали люди которые вышли на мирные протесты я хочу подчеркнуть мирные протесты он экологически чистый для людей хабаровска но он ядовитый для кремлевской власти значит он звучал так вова выпей чаю хабаровск угощает мы понимаем о чем идет речь конечно же речь идет о отравлении алексея навального да то есть уже много мемов там гифки какие-то в интернете в рунете летают о том то что там вова угощает чаем а евросоюз там отнекивается за каким-то круглым столом от этого чая мы это понимаем граждане хабаровска вы просто вот такие вот вы просто я пусть я повторюсь в этом выпуске но я скажу вы невероятные вы такие же невероятные как и люди с граждан с братской республики беларусь вы несете правду вы несете свободу в этот затхлый мирок который пропитан диктатурой который просто пропитан страхом болью свободы слова тут и речи не идет никакой ни о какой свободе слова потому как только говорю как только говорю кремлевщина воняет тут и речи не идет ни о какой свободе слова потому что как мы на примере прошлых лет видели там журналист если начинает говорить громче чем положено да громче чем какая-то планка да то соответственно его начинают просто стирать в порошок и собственно закатывать как-то в землю используя какие-то неправомерные неправомерные действия хабаровск вова выпей чаю хабаровск угощает это просто это это просто какой-то такой сердечный лозунг который ставит определенный маркер на путине и дает дает наверное вектор мысли всем людям которые просто сидят как я вещают и ну и не понимают может быть или боятся что им нужно делать а делать нужно следующее поддерживать разговаривать поддерживать разговаривать не бояться об этом говорить не бояться об этом говорить мы люди мы живем в свободной стране или ее нужно сделать свободной и нужно нахрен сжечь диктатуру не должно быть такого что президенты сидят по 20 по 25 лет должно быть должна быть сменяемость власти Должна быть свобода слова. Я свободный человек, и ты сейчас смотришь, ты тоже свободный человек. У тебя есть своя точка зрения, и даже если мы расходимся где-то, то в любом случае мы люди, мы грамотные, образованные существа, которые имеют право выражать свою точку зрения. И у нас должна быть доказательная база, которыми можно парировать. Но это все должно, так сказать, происходить в рамках закона, а не то, что мы сейчас наблюдаем. Оппозиционеры депутатов сажают, людей из оппозиции сажают. С Навальным мы видим, что происходит. Сердечная недостаточность, или как там делать? Да вы что, еб твою мать, серьезно? Че, в чайку слишком сахаром? Это Россия! Опять же, почему сетуют на Кремль? Потому что никто, никто до сих пор не занимается расследованием того, что произошло с Навальным. Это Россия! Никто не занялся этим. Что это значит? Либо настолько плевать, либо кто-то замешанный, у кого-то рыльца и усы тоже в пушку. Новости, связанные со здоровьем Алексея Навального. Как говорят врачи, состояние стабильно тяжелое, он находится до сих пор в коме. Но то заявление, которое сделал доктор немецкой клиники, да, это мы сейчас посмотрим с вами. То есть, буллшит, да? Тут даже переводить не нужно. Тут не нужно, собственно, можно на этом просто закончить выпуск, послушать это и все. Но я все-таки скажу пару слов. Если бы самолет не сделал вынужденную посадку в Омске, Навального бы не было. Заявление главврача о том, что Навальному делают все ради того, чтобы вытащить его, да, и поставить на ноги, ну, грубо я так говорю, я буду выражаться очень грубо. Да, поставить его на ноги и вытащить с того света, простите, можно посмотреть вот на вот эти вот фотографии. И, собственно, эти фотографии, они символизируют, ну, если не всю медицину в РФ, да, то, по крайней мере, в пределах Московской области, в пределах регионов, они символизируют точно эту медицину. Вот, а потому что самолет, который прилетел за Навальем, и который транспортировал его в клинику, он был оснащен лучше, чем вся эта Омская больница. Разъебанная, старая, обшарпанная, гнилая. И явно в этом виноваты не врачи, которые там работают, в этом виноваты те люди, которые отвечают за обеспечение, за ремонты, за снабжение и так далее. Я еще раз повторю, это не те, виноваты не те люди, не врачи, которые там работают, они должны, они не из своего кармана должны вот этот сральник ремонтировать. Это должен следить за этим главврач, там, мэр, губернатор и так далее. За 20 лет почему не отремонтировали это, непонятно. Но вот это современной медициной назвать нельзя. Я вижу эту фотографию, я понимаю, что внутри палаты там нихуя не лучше, там, такой же разъеб и пиздец, как в этом сральнике. Поэтому мне хочется просто через эти видосы донести тот момент и сказать о том, что не все хорошо, не все так гладко, сладко, съебато, как это показывают по этим говорильникам, телевизорам. Есть места, которые нужно дорабатывать. Почему эту клинику не отремонтировали, почему десятки сотни клиник не отремонтировали и не привели в тот вид, который должен быть, непонятно. Кому задавать вопрос? Рыба гниет с головы, но почему-то чинуши местные и не только местные хотят нам с вами, прям глядя в глаза, в упор доказать, что рыба гниет с хвоста. Я не готов принимать эти факты. Рыба гниет с головы. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, колокол, что там, подписка надо. Подписка надо. Подписка надо. Это все очень важно. Ставьте лайк, понравилось, дизлайк, если не понравился видос. Там появятся ссылки на предыдущий ролик. Ну и на сегодня все. Закончу, как всегда, выпуск видеостихотворением. Понеслась. По высокой траве бегом за мечтой. Жадно, жажда ноги сводит и просит остановиться. Сумасшедший творец выглядит убого для толпы. Толпа принимает его медленно. Уколами ядовитыми, уколами угнетения. Жаждет смерти для признания. Давит волнами магнитными. По высокой траве бегом за мечтой. Жадно, набрав воздуха в легкие головокружения. Опасность не поймать цель, не осознав ее. Не признав будни никчемных. Толпа не признает текста. Так черт его, я образы пишу и темной ночью. И глазами закрытыми я образы пишу для толпы с криками. Художник картину в вечность. Вечность художника порабощает. Не спрашивая. По высокой траве бегом за мечтой. Однажды мы встретимся и будем вместе улыбаться. Рассвета будем не ждать счастья. Будем не ждать счастья. Будем не ждать счастья. Создадим его сами мы. Однажды мы встретимся и будем вместе улыбаться рассвету, будем не ждать счастья, будем не ждать счастья, будем не ждать счастья, а создадим его сами мы Нужно сделать выводы и предпринимать определенные действия Не забудьте поставить лайк, спасибо за то, что смотрели